Приветствую вас. Я думаю, что ваша основная проблема, одна из проблем, заключается в том, что вы изначально выбрали, ну, не совсем верный способ решения своих проблем. То есть, вы говорите, что вот, у меня появилось желание разнообразить свою сексуальную жизнь, вот, и, в общем-то, это понятно, то есть, понятно, что вам, может быть, чего-то не хватает, но сперва этот вопрос нужно было постараться как-то обсудить с вашей женой. Ну, как-то обсудить, решить, что-то попросить, попросить и так далее. Вы же почему-то пошли в обход, в обход этого. И это первое, что, ну, необходимо понять, что вашей семье нет доверия, вот. Доверия нет, но потерять её вы боитесь, семью, я имею ввиду, вот. То есть, тут тоже есть какие-то, вот, очевидно, нюансы, нюансы, на которые вам, ну, нужно, на мой взгляд, обратить своё внимание. Вот, просто потому что. Что касается человека, о котором вы написали, то мне, честно говоря, представляется то, что она не будет что-либо вам делать, потому что её это тоже компрометирует, как и вас. И если ситуация в вашей жизни будет как-то складываться не очень, то вы тоже можете, условно говоря, потащить её за собой. Да? И это, конечно, проблема. Потому что для неё, вот, вы находитесь сейчас в таком, как бы, состоянии паритета. То есть, это, именно, состояние паритета, когда не вашим, не нашим, да, не шах и не мах, да, а именно пат. И в этом состоянии паритета, ну, находитесь вы оба. Я не очень понимаю, зачем, зачем бы ей вам вредить. То есть, ну, чего бы ей вам вредить, да, ну, отказались вы, отказались. Ничего в этом такого необычного нет. Хотя, конечно, то, что вы сомневаетесь в своих желаниях, то, что вы сомневаетесь в своих потребностях. Как-то, как-то, как-то вот видно и чувствуется. Вот. Но, тем не менее, я абсолютно не думаю, что вы в обязательном порядке делаете что-то плохое, да. Вот. В конце концов, для себя лично, потому что, ну, если вы изначально всего хотели, то, так иначе, к этому вы будете стремиться. Очень плохо, что вы не уверены, ну, вы не уверены в себе. Вот. Очень плохо, что вы сомневаетесь в себе. Вот. Ваш вопрос. Вот именно вопрос по поводу того, что вам могут навредить, да, он связан с некой навязчивой идеей, с некой навязчивой мыслью, почему-то вам обязан навредить. Вот. И, на мой взгляд, это вопрос, почему вам должны навредить. Вот. И здесь я бы, на самом деле, поработал бы с вашими страхами, которые у вас имеют место быть, скорее всего. с вашими переживаниями, которые имеют место быть, с вашим ощущением несвободы, которая подразумевает как раз то, что вы боитесь, вот, что вам испортит жизнь. Вот, на эти вещи я рекомендовал бы обратить вам свое внимание. Потому что, ну, совершенно не просто, совершенно не просто. Так вы испытываете свой страх, испытываете свои страхи. Вот. Совершенно не просто так. То есть, у этого есть определенные моменты, у этого есть определенный аспект, у этого есть определенные основания. У того, что вы боитесь, у того, что вас опасает. И, мне кажется, что лучшее, что вы можете сделать сейчас, это просто посмотреть, какие проблемы есть в вашей семье, да? Вот. Прямо посмотреть на свои страхи, которые у вас вполне возможно имеют место быть. раскрыть их, подкорректировать отношения с женой, со своей. И тогда, даже если что-то случится, вы будете готовы с этим миром со своей женой. Правда. Так или иначе. Вот. Сейчас, понятное дело, что вы не готовы. Ну, потому что, конечно, боитесь, потому что, конечно, есть страх. Вот. Это такое. Естественно, в данном случае. Ну, состоятельно. Вот. Так что, примерно, примерно. В таком ключе, я думаю, вам можно ответить. Основная вас таким образом. Трудность заключается в том, что вы боитесь, что вы опасаетесь, точнее, своих переживаний. опасаетесь, своих желаний, точнее. Вот. Это то, что вам в общем и целом можно сказать. Вот. Такая вот история. Ваш страх не имеет, скажем так, под собой тех оснований, которые вы описываете. Потому что, потому что это вам в голову пришла мысль о том, что вам могут что-то сделать. И мысль, она не на ровном месте явно образовалась. Явно у этой мысли есть предпосылки. Вот. Предпосылки могут быть совершенно разными. Например, это может быть повышенная тревожность, это может быть повышенная такая вот стыдливость, это может быть неуверенность в себе. Это может быть еще какие-то вещи. Вот. То есть вариантов, вариантов на самом деле масса. И все они могут, так или иначе, все они могут отражать суть. Проблема. Вот. Поэтому мне остается только надеяться на то, что вы здесь поступите верно. Вот. Я надеюсь, что вы здесь разберетесь со своими страхами. Так или иначе, я надеюсь, что вы пообщаетесь со специалистом, гармонизируете отношения в семье. Вот. И будете лучше выражать свои желания. Вот. В том числе и, кстати говоря, сексуальные. Вот. Которые у вас, ну, явно, да, не удовлетворены. Вот. Что понятно. Само по себе не является страшным и не является, безусловно, вашей виной. Но, тем не менее, создает, вот, как вы видите, кучу, кучу трудных трудностей. Вот. Ну, что, конечно, порождает вот ряд таких сложностей, за которые сейчас вы, по сути дела, расплачиваете. Да? Вот. То есть, само по себе это, к сожалению, ну, вполне, вполне нормально, вполне закономерно. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Сейчас посмотрю ваш вопрос. Вот. Если мне стало мерзко от своих действий и действий моей партнёрцы, да. То есть, значит, мерзко нужно притерировать. Есть ощущение, что вы просто стали стыдиться. Вот. Кроме того, вы начали бояться. Значит, она высказала. Так. Потом она меня опять вызывала. Я отказывался. Потом согласился. Подумал, смогу что-то объяснить, трясить словам, что именно, не очень понял. В итоге, ничего не решил. И у нас... Вы опять не встречались. Вот. Откуда узнали, что может устроиться следствие Ивана? Не очень понятно. Я её упрашивал, умолял отпустить. Вот. А в чём проблема? Отключить, если вам это изначально нравилось. То есть, противоречие. Ну и дальше страх. Последующая агрессия. То есть, вот это достаточно классическая история для человека, который расплачивается, образно говоря, за подавлением своих эмоций. Да? То есть, вот, насколько вы, грубо говоря, насколько вы запрещали себе, запрещали себе хотеть чего-то. Настолько, собственно, вы сейчас не удовлетворены, к сожалению. И настолько вы агрессивны сейчас. Вот. Поэтому, если вы не хотите наделать глупосты, да, если вы не хотите, если вы боитесь наделать глупосты, то мне кажется, что имеет смысл вам насколько лучше выражать свои желания. Да? Учиться это делать, по крайней мере. Потому что, в противном случае, дальше ситуация будет только хуже. Вот. В том плане, да, в том плане, что вам будет сложно, ну, сложнее, сложнее достаточно. Достаточно сложно будет вам действовать и находиться в гармонии с собой. Ну, по тому, как что-то произошло сейчас, это, по сути, такая первая ласточка. Да, вы сейчас чувствуете себя крайне болезненно, вам сейчас кажется, что всё очень плохо, вам сейчас жалеете о том, что вообще куда-то болезли. Вот. Я, в принципе, понимаю, да, то есть вас, как бы, вряд ли можно за это винить. Но, даже если ситуация разрешится, всё равно, необходимо понимать, что ваши желания от этого никуда не денутся. Вот. И вы пишите, помогите, я хочу, чтобы мне помогли советом или поддержкой, чтобы не заделать глупосты. И, на самом деле, совет и поддержка вам не поможет. То есть, советов психологу не дают, а поддержать вас можно только при личной беседе. Вот. То, что сейчас я говорю, вряд ли вас поддержит. Ну, на самом деле, то есть, я говорю, сейчас, по большому счёту, проверяет вас на, я бы сказал, проверяет вас, насколько вы готовы решать свою проблему. И готовы ли вообще. Вот. Что сейчас происходит. Знаете. Готовы ли вы взять ответственность, например, за то, что вы делаете? Готовы ли вы разобраться в себе? Не обязательно. Не обязательно. Абсолютно и совершенно. Не обязательно полностью капитулировать. А, совсем не обязательно запрещать себе какие-то, ну, какие-то желания свои, да, какие-то свои потребности. Вот. Правда, совершенно не обязательно это делать. Но разобраться с ними, признаться в них и решить, что и как вы будете делать, необходимо. Вот. Такая вот история. Я надеюсь ещё раз, что помог вам. Обращайтесь, если у вас остались вопросы к любому специалисту, что понравится вам. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте честны с самим собой в первую очередь. И тогда у вас всё будет хорошо. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым-самым лучшим для вас образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...